Здравствуйте! Вы на канале Бегетон и я, Ксения Лазебная. Сегодня мы говорим о теме, которая остается на повестке дня из года в год. Блокчейн, биткоин, криптовалюта. Эти слова окружают и окружают нас. Для того, чтобы наконец-то понять, что же это такое, очень простым языком, мы решили поговорить с интернет-экспертом Антоном Меркуровым. Антон, приветствую. Спасибо за возможность нашей такой онлайн-встречи. Здравствуйте, Ксения. Я, конечно, безусловно, рад дать интервью к каналу Бегетон. Какие ваши вопросы? Антон, если попытаться описать в двух словах, что такое криптомир таким простым, понятным языком? Началась революция сегодня в нашем мире, потому что текущие финансовые активы, они все централизованы. Ими управляют Центробанки, государства и прочее. Криптовалюты дали нам возможность, собственно, появление биткоина, дало возможность появиться деньгам, которые не зависят ни от чего. То есть это децентрализованные деньги электронные, которые в данный момент производят всю ту самую эволюцию, которую мы наблюдаем. И учитывая, что, собственно, эти деньги открыты, биткоин можно залезть на сайт bitcoin.com и посмотреть, как он строен. Это всего лишь 8 страниц. То все просили создавать свою криптовалюту, свои какие-то деньги. И вот этот, с одной стороны, открытый и доступный криптовалютный мир как раз произвела эволюцию, когда каждый может сделать свой криптоактив, свою какую-то штуку. И это безумно круто. И сейчас мы это имеем возможность наблюдать военное время. А что выступает гарантом такой валюты? И вообще получается, что у меня в руках-то физически нет, это просто какой-то цифровой код. Да, так получается. То есть в чем гарантия? В данном случае гарант – это компьютер, наркоторговля, человеческий трафик. Вот все там, вот та самая валюта жуликов, когда обе стороны сомневаются в сделке, то есть, ну вот, если мы торгуем оружием или наркотиками, то, естественно, по обе стороны жулики. Но биткоин гарантирует, что все это произойдет. И, собственно, будучи протестированным в таких условиях, собственно, все то, что продается сейчас нелегально, продается в основном за криптовалюту, тем самым мы получили гарантию, что это работает. И является ликвидным платежным инструментом. Тут, скорее, технологическая история. Сегодня то, что мы видим в криптовалютах, это можно сравнить, скорее, с кнопочной Нокией. Появилась некая технология, которая революционная, доказанная и прочее, но для того, чтобы она попала в реальный мир, еще должно пройти какое-то количество времени. И появится айфон. И появится айфон, и завладеть массами. И тогда вот мы улетим на Луну. Ну, собственно, все, нет, вы иззывы смеетесь, Ксения Павловна, есть пожелание в криптовалютном мире, называется он «Ту за муну». То есть, чтобы выросла криптовалюта так, чтобы нам хватило денег улететь на Луну. Это действительно так, никаких шуток в этом нет. И мы-то все очень ждем. Особенно те, которые вошли на хайпе буквально 15 тысяч долларов. Вот сейчас же доктор этого делает. Криптовалюты имеют какой-либо между собой курс, да? Их можно обменивать друг на друга, верно? Это полноценные цифровые активы, которые, с одной стороны, полноценно обмениваются на уровне протокола. То есть, очень важно, если у меня есть биткоин, у тебя условно, как бы, там, Ксения Коин, Бигетон Коин, нам важно на уровне протокола сделать так, чтобы обмен произошел без комиссии. Есть известный протокол на 0x, который используется, например, в баке, в куче биржах, в куче обменников. Из примеров того, как может создать криптовалюту любой этот доги-коин, собака криптовалюты, посвященная мему той самой собаке породы Шиба-Ину. Сообщество, которое делало и делает эту криптовалюту, отправляло сборную Ямайки по бакслею на Олимпиаду, помогали собирать. Вот, то есть, делало много больших благотворительных опций, при этом капитализация валюты, которая основана на меме, она реально натурально имеет объемы, волатильность, вы можете купить, на этом заработать и прочее. Поэтому, кроме мема, за этим ничего нет. Но они привлекли таким образом средства. Скажем так, комьюнити решила в это играть и в это поверила. И тем самым дало ликвидность и превратило в общем-то валюту, которая не несет под собой никаких свойств специальных, никаких специальных историй в полноценный финансовый инструмент. Антон, ты создатель первого крипторадио. Да. Оно называется Сатоши-ФМ. В честь, собственно, мифического создателя биткоина Сатоши-Накамута. Сатоши, в данном случае, для массового, чтобы совсем было понятно, это копейка от биткоина. То есть, это на самом деле одномиллионная, конечно же, но в простом языке, то есть, если у нас в рублей 100 копеек, вот это вот и есть та самая копейка, самая минимальная единица в расчетах. Антон, скажи, пожалуйста, а в России сегодня биткоин – это вообще законная, легальная история? И является ли это частью каких-то финансовых отношений? Криптовалюты в России находятся в серой зоне, потому что они никак законодательно не регулируются в рамках той самой мифической программы цифровой экономики. Естественно, сейчас будут приниматься какие-то законы, которые регулируют этот мир. Но чем прекрасен мир криптовалюты, собственно, главная причина, почему я это сделал, это трансграничность, национальность и криптовалюты больше государств. Первая была покупка за криптовалюты много лет назад – это пицца. Сегодня вы можете купить автомобили, недвижимость, все, что угодно. В общем, в целом купить за биткоины, выбирать правильную юрисдикцию. В конце концов, сегодня есть от США и Великобритании до Мальта и Электенштейнах юрисдикции где-то можно сделать. Вот один из примеров. Мы хотели очень, чтобы криптовалюты как-то помогали людям, и для фонда «Подай жизнь» сделали это по США через компанию Coinbase. Реально, да, есть степляный аккаунт, реально криптовалюты эти можно конвертировать в доллары, как все, в белую. Для благотворительных историй это очень важно. Сегодня достаточно количества юрисдикций. Опять же, в чем хайк, вы можете быть в Сочи, в Москве, где угодно. Но в данном случае, опять же, криптовалютами вы можете в любые юрисдикции. Это как раз они больше государств, больше мира, технологии, короче конституции. С вами сегодня была Ксения Лазебна и Антон Меркуров. Вы на канале Бегетон. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!